Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книге, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о книге Юрия Нечапаренко «Плыви, силач». И это, не удивляйтесь, биография Пушкина. Это биография Пушкина, рассказанная для самых юных читателей, для тех, кто только пошел в школу или учится в ней, для младшего и среднего школьного возраста. Почему я так осторожно определяю рамки книги? Потому что прекрасные совершенно иллюстрации, на мой взгляд, очень верные, очень точно попадающие в смысл описанного, при этом такие детские, такие привлекающие, дополняют сложность текста, оттеняют эту сложность. Потому что текст на самом деле написан очень глубоко. Я был не просто удивлен, я был восхищен тем, какое количество фактов и довольно, я бы сказал, редко встречающихся в литературе о Пушкине для детей и юношества вещей, описал Нечапаренко. Знаете ли, для того, чтобы многие сведения, скажем так, посмотреть в источниках, требуется и московский пушкинист полистать, и специальные, и не только воспоминания о Пушкине, но и специальные работы. Здесь есть глубочайшие знания эпохи и биографии поэта, знания на уровне лучших пушкиноведов, это несомненно. В том числе мне понравилось, что нет никакого снисхождения в упрощении материала, снисхождения к требованиям современного времени, когда все нужно превратить в клип, в мультфильм, в комикс, когда нужно обойтись без всех сложных моментов, чтобы вот маленький гений у нас кучерявый, кудрявый, быстренько так прыгал в лицей, оттуда прыг из лицея в Петербург, оттуда прыг в ссылку и так далее. Вот никакого такого легкомыслия. Это действительно книга, которая объясняет внятно и толково, откуда взялся раб Петра Великого, почему Пушкина называли рабчонком, как он рос, что было в его семье, почему его семья, с одной стороны, была очень счастливая, с другой стороны, не очень-то счастливо складывались отношения с отцом, и какие драмы постерегали его в раннем детстве. Что происходило в лицейские годы? В лицее написаны блестящие, блестящие книги, прекрасные книги, но перед тем, как читать Натана Эдельмана «Прекрасен наш союз», перед тем, как читать роман Таньянова-Пушкин, хорошо бы, чтобы ребенок Плывис Ивач прочитал. Я действительно не зря упоминаю эти имена и произведения и ставлю их в один ряд с этой книгой. Это не просто комплимент Нечипаренко, это действительно реальная рекомендация. После такого вступления гораздо проще будет восприниматься сложный исторический материал, не менее глубокий и насыщенный фактами, который в этих книгах содержится. Когда читаешь Плывис Ивач, ты поражаешься тому, как много, скажем так, опускаемого, обрезаемого, как много всего недорассказанного в школьной, скажем так, канонической, зализанной и причесанной до невозможности. Биографии Пушкина Нечипаренко вновь вводит в литературный оборот, вновь рассказывает юным читателям, совершенно не стесняясь неприятных моментов, чтобы потом школьники, старшеклассники не сидели с горящими глазами и открытым ртом на лекции Дмитрия Быкова «Кот Онегина», который говорит вещи, известные любому знатоку Пушкина, но как бы вот о том, кто такой прототип Евгения Онегина, как задумывался роман и так далее. Но тем не менее, чтобы потом это не воспринималось как с потолка взятая какая-то такая великая истина. Это известная вещь, это известные вещи, и они, к сожалению, известны только читателям московского пушкиниста. Надо действительно почитать источники, воспоминания и много всего, чтобы держать это в голове. В данном случае каждый мельчайший факт биографии является ключом к пониманию произведений. И этот подход, это самый верный подход к рассказу о писателя и поэте для юных, на мой взгляд. Потому что ни одна деталь биографии не является просто развлекательной сама по себе, не является просто важной сама по себе. Все это важно только в связи с будущими, еще не написанными и уже написанными на момент окончания повествования по веселачу Пушкину Михайловскому ссылке. Вот ему предстоит Петербург, ему предстоит женитьба на Гончарова, ему предстоит большая настоящая жизнь, великие вещи, которые он напишет. Но он уже много чего написал, много чего повидал, и об этом как-то надо рассказать. И вот, знаете, без особых восторгов, без особых словословий, но какие-то такие правильные слова найдены, что невозможно не проникнуться ни треволнениями этой биографии, ни реальными опасностями, которые угрожали страстному дуалянту, забияке, которым был Пушкин. Чудовичный совершенно, чудовищным надзором, чудовищной слежкой, которым постоянно подвергался, да, доносы на Пушкина, это отдельный совершенно разговор, не про эту книгу, да. Ну и, наконец, вы знаете, вот проблема избитости, банальности не стоит перед настоящим писателем. И Нечипаренко умудряется в каждом конкретном случае найти художественное решение, да, найти источник, цитату из воспоминаний, какой-то факт, ну, чтобы не только идти по канону по-школьному, да, который еще не был использован, не затертый, не зачитанный. Поэтому «Плыви силач» — это дословные слова Жуковского, Василия Андреевича Жуковского, из письма к Пушкину, вот. И эти слова совершенно не были у меня на памяти. И у огромного количества людей их в памяти нету, поскольку невозможно всю переписку Пушкина знать наизусть, если ты не специалист, вот. А эти слова «Плыви силач» — это одно из лучших напутствий в русской литературе. Это действительно победившему ученику от побежденного учителя. Это действительно вот прямо страстная строка, да, страстное высказывание. И вот эти слова поставлены в заглавие. И вся книга такая же, она вся абсолютно не банальна, несмотря на то, что предмет рассказа, хотя, казалось бы, избит и уже пересказан многократно. Ну и напоследок, то, что мне особенно приятно в этой книге, это желание с тактом рассказать о сложных вещах. Не углубляясь в политику, здесь вы не найдете разбора оды вольности или строка Михайловском замке, за который, собственно, и был сослан, ну и так далее. Не углубляясь в историю государства российского, без которой, без сложных взаимоотношений, там, а сколько существует сплетен о Пушкине, а сколько существует всевозможных догадок, домыслов и так далее. Особенно по молодости, это все связано с дружуанством, со всеми вещами. Вот тактично и внятно рассказано о том, о чем действительно нужно рассказать. И все это потом аккуратно, во всяком случае, у меня в душе, ложится на мое впечатление от пушкинской лирики, на отдельное стихотворение, которое здесь цитируется или только упоминается, и на все то, что будет написано поэтам после 20-х годов, уже в конце жизни. Читайте, наслаждайтесь. Великолепная совершенно книга о Пушкине. Я считаю, что, в принципе, таких книг надо о каждом русском большом писателе иметь несколько, как минимум. И Нечипаленко, написавший великолепную книгу о Гоголе, написавший о Ломоносове, написавший о русско-классической литературе, нам по-настоящему немножечко заново подарил Пушкина. Это дорогого стоит. Спасибо за внимание.